Сегодня превосходный день для того, чтобы сходить на рынок. Дождь закончился более-менее прохладно. Я взяла корзину, которую купила здесь же, в Феодосии. Я, в общем, иду на остановку автобуса. Автобус стоит 25 рублей. Сейчас ездим на рынок, купим все, что нам надо и не надо. А потом встретимся с вами. Кажется, ждать нам придется долго, потому что я прокукала автобус. Он уехал. Мы будем ждать следующего. Два дня шел дождь. Прям такой хороший, с грузом. И я вот смотрю, что пляжи все пустые. Люди, наверное, не верят, что можно купаться в море. А море ведь спокойное. И, наверное, теплое. Девочки, всем вам большой привет. И мальчикам тоже. Всех вас люблю. Целую. Хочу поделиться своей радостью. Вот такая у нас погода. Ой. Это надо снять. Срочно свой шарфик. Покупала в кучу гурку. Мне так нравится. Ну, девчонки, смотрите, какой. Я в него разворачиваюсь, когда с моря выходу. Или он... Ну, как вам? Сегодня у нас последний день. Августа. Или завтра последний. Девчонки, какое сегодня число? Вроде 30-е. Или 31-е. 30-е, кажется, да? Ну, вот. Так. Поэтому мы сейчас будем вязать свой шарфик. Вяжу помнить, что я вяжу. Девочки, вот если вы мне не верите, вот это мое спальное место. Видите? Вот там за окном дождик идет. Я вам говорю, что я реально сплю под пуховым платком и под кондиционером. Вот. Вот эту простынку я тоже с собой взяла. Ну, потому что я помню, что здесь прохладник спать. Можно у них одеяло взять, но в прошлом году я не догадывался. У меня был с собой пуховый платок, и я спала под ним. Здесь выдают такую простыню, ну, как бы жарко, да? Вот. У меня спрашивают, а чё ты спишь под кондиционером? Ну, я не хочу спать в жаре. Вот кому-то нравится. А я люблю спать, чтобы было холодно, и ты тепло укрыт. Я и дома так сплю. У меня постоянно кондер. Мы же Волгоградская область. У нас очень жарко. Если выключишь кондиционер и откроешь окна, девчонки, там влажно и жарко. В Крыму жарко, понимаете? Мне некомфортно. А вот когда холодно, то, соответственно, вот, видите, это второй год, я его с собой беру. Вот он, платок из Ангорки. У них, по-моему, картофелечистка работает в кухне. Звук такой интересный. Но это явно картошку чистят. Вон она по одной кидает её. И прямо это самое муж. Здравствуйте. Мужчина вон тот. В общем, вычислили меня, что я за ними наблюдаю. Котлеты лебеда. Вот так картошку чистят. У них сейчас поменьше работы стало, народу поменьше. Так что вот, считай, что познакомились. Вот так здесь громыхает постоянно, вообще не переставая. Я хочу на улицу выйти, прогуляться. Боюсь под дождь попасть. Не поймёшь, пойдёт он или нет. Мне кажется, Феодосия уже там в дожде. А я вот тут вот, видите, вот сижу-вижу. Вот такая пелеринка. Так, подождите, а это что за звук? Так это же дождь пошёл. Ну да. Я же говорю, вот там Феодосия не видно. Вон всё в тумане. Это значит, дождик идёт. Сюда к нам пришёл. Девочки, давайте пока отвлечёмся от моего отдыха. Мне из дома переслали, посмотрите, новые косыночки, платочки из моей мастерской. Выберите себе какую-нибудь интересную штучку. Посмотрите, вот такая белая косыночка. Очень хорошая, девчонки. Это из нашего местного пуха. Из пуха таких кос, как у меня. Вот, смотрите, стоит 5 тысяч. 18 дробь 03. До 31 августа на все эти вещи 500 рублей скидка. То есть успеете купить. 4 500 за такую косынку. Девочки, она большая. Я её несколько раз показывала. Это вообще не маленькая косыночка. Это очень хорошая цена. Ну, вот последняя августовская распродажа. Девчонки, вот ещё одна белая косыночка. Посмотрите, плотненькая. Вот тоже 5. Это значит 4 500. 500 рублей до 31 августа скидочка. Тоже хорошая. Та немножко распушная. А это нет. Просто связанная и всё. И видите, она не отбельная. То есть, это цвет такой натуральный пуха. Это всё без ангоры. Без ангоры, без махера. Это всё наш настоящий местный пух. Пух наших кос. Девочки, козий пух – это гипоаллергенная вещь. У вас не будет на неё аллергии. Он очень хорошо согревает. Он очень хорошо держит тепло. Это такое чувство, когда у вас есть какая-то пуховая вещь. Как будто вас греет изнутри. Как будто, знаете, вы сами, как печка, не снаружи вас греет. А как будто вы сами нагреты, нагреты. И, в общем-то, обязательно себе заимейте. Девчонки, вот эта косынка связана в Оренбурге. 4 тысячи. Это вообще не цена для неё. Тут скидывать уже вообще некуда. Это большая косынка. Очень хорошая. Она пух напряден отдельно от нитки. В общем, это прям такая конкретно хорошая вещь. И она большая. Она прям такого хорошего, приличного размера. Так же, как и вот эта косынка. Видите, она желтит, потому что она не отбельная. То есть, это не выбеленный пух. Вообще, все белые вещи, они со временем могут пожелтеть. Покупаете отбеливатель. И бросаете туда эту вещицу. Отбеливается и, в общем-то, становится опять белоснежной. Вот, смотрите, 6 тысяч. Это значит 5500. Вот ещё 2 дня скидка. После этого сентября цены все полезут вверх. Потому что начинается сезон. Косыночка очень хорошая. Посмотрите, какая она. Симпатичная. Даже очень. Вот номер её, видите? Номер 108. Стоит 5500. Не 6, а 5500. Это плотная, толстая косынка. Девчонки, они тяжёлые, вот эти косынки. Вот эти большие белые. Они около полукилограмма. А вот эта косыночка очень интересная. Мягкая, мягкая. Посмотрите, 2500. Но здесь тоже скидывать некуда. По 2000. Но таких вещей просто не бывает. Естественно, здесь ещё будет пересылка почтой. Смотрите, от 500 рублей стоит почта. В зависимости от того, в каком поясе нашей России вы находитесь. Потому что почтовая доставка есть и 800 рублей, есть и за 1000, если где-нибудь на Чукотке. Но вообще средняя такая цена обычно начинается от 500 рублей. 480, 460. Если совсем рядом, то может быть 300, там, 88, например. Это была косынка Ландышем. Девочки, вот ещё посмотрите. Замечательная косынка стоимостью 3000. Девчат, это хорошая косынка. Я даже не знаю, куда на неё ещё скидывать. Но так как вот ещё 2 дня скидка. 2500. Это, ну, я не знаю. Это очень хорошая цена. Очень просто превосходная. Косынка тоже замечательная. Девчонки, всё это в реальности. Когда вы получите, смотрится лучше, чем вы можете видеть это на камере. Я вам сейчас покажу, как это всё упаковывается. Вот, девочки, смотрите. Это две такие накидки, связанные из белого пуха. Они очень интересно смотрятся. В одном из обзоров я их мерила. Они безразмерные. Ну, то есть, вы можете вот эту пуговичку застегнуть. И какого бы размера вы ни были, они очень интересно смотрятся. Оттеняют хорошо платье. Кстати, у меня есть зелёное и льняное платье. Вот эта вот накидка. Именно вот эта, которую мы сейчас смотрим. Такого она зеленоватого цвета. На самом деле, камера не очень правильно показывает. Она здесь смотрится как бассероватая. На самом деле, не такой приятный, глубокий, зеленоватый цвет. Очень хороший. 3500. Так, они 4 500 рублей. Скидка 3500. Девочки, вот жилеты. Это белый пух. Местный наш белый пух. Напряденный на нитку. И вот эти чёрные ромбики, это тоже наш местный пух. Ну, то есть, это два пуха, белый и тёмный. Стоимость каждой из них, девочки, 5000. Были они по 6. Вот 1000 рублей скидка на эти два дня. 5. Пожалуйста, можете забрать. Плюс ещё, конечно, доставочка. Это вот, девчонки, такой накидка кардиган сделана в Оренбурге. Нитка здесь очень хорошая. То есть, пух напряденный отдельно от нитки и смотан с шелком. Ну, вот такая вот вещица. Видите, тоже она довольно приличных денег стоила. Ну, так как я вам обещала скидки, вот 4000 это стоит. Рядом с ней висит ещё одна такая накидочка. Посмотрите. Она немножко сделана по-другому, вывязана по-другому. Стоимость её тоже 4000. Девчонки, это очень хорошая нить. Особенно вот в этой, которая слева. Размер у них. Размер у них. Ну, даже я на себя могу её надеть. Я её вот мерила. Вот это то, что мы сейчас смотрим. А у меня размер не маленький. 62, 66 у меня размер. И то есть, она на мне нормально смотрится. Единственное, что она мне коротковата. У меня рост 170. Всё-таки, ну, она мне как бы ниже талии. Не это середины бедра. На рост у кого, в общем, рост поменьше, она лучше будет смотреться. Девчонки, вот ещё жилет. Посмотрите, он один-единственный остался. Ручной работы. Вот этот жилет стоит 4000. Сегодня-завтра, 30-31 августа. С кармашками и с пух. Девчонки, он толстый. Связан вручную. Он не лезет. Он такой мягкий. Тяжёлый жилет. Если те накидки были лёгкие, то это прям такая тяжёлая вещица. Но тоже, можно сказать, безразмерный. Из-за того, что вот там такие вот эти полосы рельефные. На меня он тоже, он на мне сходится. Но, в общем-то, размер у него 54-56. Вот такой. Девчонки, вот интересный жилет. Это пух наш местный, напряденный. На нитку. Здесь ещё не пришиты пуговицы. Просто, видите, полочки зашиты. Это вязала моя знакомая. В общем, это тоже такая новая моделька у неё. Посмотрите, видите, с одной стороны кармашек, с другой стороны вот такие цветочки. Всё это вы можете приобрести, пройдите по ссылке в комментариях на WhatsApp 8 960 87 094 67 или в моём интернет-магазине. Ну, в общем-то, пишите на WhatsApp, если вам что-то понравилось, и заказывайте эти вещички. Ну, а сейчас давайте дальше продолжим отдыхать у моря. Девочки, в общем, я тут зашла в рыбный магазин. Здесь чего только нет. Креветки всякие, всякие, всякие. Королевские по 780. Мидии по 580. В общем, я на рынке здесь снимать не стал, но здесь всего полно. Кстати, странно, интересно. Видите, мидии прям такие. Выглядят очень свеженькими. Лангустина, 1950. Камчатский краб, 300. Смотрите, какие. Девчонки, вот рыбу никогда не видела. Терпук или терпук. 495. Так, а я беру креветки. Вот вам Феодосия кусочек. Так, а я беру креветки. Давайте посмотрим на результат моего сегодняшнего похода в магазин. Я купила хлеб на салат. Это называется хлеб серый. Какой, не знаю. Вот эта пилка, за которую я ездила. 50 рублей. Девочки, это ряженка и йогурт. На 132 рубля. Вот эти фексы по 45. Креветки 650 рублей 100 грамм. Это на 200 рублей. Виноград по 150 рублей. Ну, здесь около килограмма. Вот такие персики. Там они по 170. Между прочим, вот эти персики у них, когда их разрезаешь, там косточка, она уже на части распадается. Ну, то есть мы привыкли, что косточки надо молотком бить. А здесь нет, молотком ничего не бьет. Потому что она уже готова. Ну, и вот этот лук, помидорка, перчик. Вот это все удовольствие на 200 рублей. Это на салат. Помидоры в этом году в Крыму. В Крыму жутко вообще дорогие. Прям дорогущие. Вот. По 200 рублей такие крупные розовые помидоры. Вот это грунтовые по 80. Огурцы не помню почем. По-моему, они по 100 рублей. В общем, вот этот пакетик на 200 рублей. Ну, вот и все, девочки. Девочки и мальчики, всем привет. На море шторм. Чем займемся? Такая сегодня вот пасмурная погода. Так. В столовой все в порядке. Работы ведутся. На море шторм. Надо решить вопрос. Надо идти сегодня на море или нет? Ну, я думаю, что нет. Такая вот пасмурная погода. Чем займемся? Так. Немножко терпения. Будут снимать видео. Меньше минуты. Чтобы они мягче грузились. Девочки, всем привет. В общем-то, решаю вопрос. Идти мне на море или нет? Я пойду. Даже если я не буду пупаться, мы все-таки, знаете, лежим на кровати сутками. Надо шагать. Надо шагать. Иначе ты так заплывешь. Но заплывешь лишним жиром. Кстати, когда я говорю, что я сплю под пуховым платком, я нисколько не шучу. Во-первых, я сплю под кондиционер. Потому что, если открывать двери, выключать кондиционер, жарко. Ну, жарко. И, знаете, как хорошо. В общем, я вам всем рекомендую пуховые платки. Вы их можете купить у меня. Пройдите по ссылке в комментарии в мой интернет-магазин. Девочки, ну и в год. Пока нельзя купаться. Посмотрите. Ну, это, конечно, я набрял не за один день. Вот это вот, на принципе, за один день просто нереально. Так, продолжим. Я потом, когда видео буду монтировать, я вот эти все подходы за входу вырежу. Вот, но чтобы увидели люди в Телеграм Индзен сразу без монтажа, но вот приходится снимать вот такие короткие видео, потому что они грузятся хорошо. В общем, штормовое предупреждение. Пришло сообщение, что 27-го, 29-го августа будут ветра. Запрещено куда-то там выходить. Я смотрю на поворотную, они смотрят на меня. Скажут, что она там плетет. Запрещено, в общем, выходить в горы и так далее. Возможно, подтопление. Это... Сахар столько насыпало. Это приходит сообщение на мою крымскую сим-карту. В общем, так, связь здесь, что есть, то есть, то нет. У меня VPN подключен. И Wi-Fi отельский. Я в отеле Олимпия. Девочки, давайте лучше так. Всем привет. Во всяком случае, мне так не надо бегать, камеру отключать. Я вижу, сколько секунд я засняла. Я вчера вечером... Так, я вчера вечером выходила в магазин, купила кофе молотый. Вот, видите, пью. Из чайника завариваю. Ну, как чай. Нормально. И пью. Купила колбасу. Вот. Что-то я еще купила. И, в общем-то, вчера так хорошо посидела под телевизором. В один... Ну, в общем, в 12-м часу закончилась программа по НТВ. Битва шефов. И я завалилась спать. Мне снился какой-то кошмар, между прочим. Так, хозяева отеля вон начали сходить. Вот это рая. Вот. Видите, райчик. Он там за деревом не видно. Сегодня она в закрытой кофточке. Ну, холодно. Девочки, мне пишут комментарии. Напишите конкретно, сколько надо денег, чтобы сюда приехать. Девчонки, ну, откуда я знаю? Вот. Смотрите. Если автобусом из Волгограда, там билеты, я смотрела, стоят то ли три с чем-то, то ли около трех. Вот. Это в один конец. Покупайте билет. Автобус ходит раз в два дня. Ну, то есть, набирайте в поиске. В поиске набираете Волгоград-Севастополь. Такой маршрут у него в автобусе. И смотрите, какой туроператор это дело возит. Там с вокзала железнодорожная... О, господи. С автовокзала ходит автобус. Ну, все. Покупаете билеты и едете. До Феодосии вам надо. В Феодосии вы ходите. Здесь ходит маршрутка. Там железнодорожная... Ой, а зачем нам железнодорожная? Автомобильный вокзал нормальный. Там же пересаживаешься на маршрутный автобус номер 4 и доезжаешь до... Вот сюда, до берегового. Как снять жилье в береговом? Выходишь на остановки, здесь везде объявления. Сдается жилье. Сейчас мест полно, потому что сентябрь все разъезжаются. Видите, машины уезжают. Или идите прямиком в Олимп. Здесь хорошо, мне нравится. Вот, видите, уже эти работают. Ларьки. В общем, и вы здесь вроде как дом, потому что мы вам все показали. Вот, снимайте номер. Вот такой номер, как у меня, стоит 2,5 тысячи. За номер. То есть, если вы будете вдвоем, то вы платите по 1250. Вот видите. Ну все, сумку с собой на колесиках прикатьте. Море здесь рядом, столовая рядом. Сколько вам обойдется питание? Ну я же не знаю, какие у вас аппетиты. Может, вы сухари с собой привезете. Вот мне питание обходится, девчонки. Ну, тысяча в день обходится. Ну, потому что, если бы я, допустим, не брала персики, а они по 300 рублей, а они вот такие огромные, я беру самые спелые, самые хорошие. 4 персика, 4-5 персиков. А что такое 4-5 персиков? Раз и съел. То маслица, то помидорку, то, вот видите, кофе, то колбаску. Если вы неприхотливы, то вы вообще можете в магазин сходить. Вот здесь вот две остановки, правда, надо идти. Здесь магазин Клевер. Вот, ну, типа наши пятерочки, что-то такое. Вот это их такая сеть, что ли, магазинов. Не знаю, как называется. Одним словом, там закупаются. Покупайте продукты. Вот холодильник. И ешьте на здоровье. Если не хотите идти в Клевер, то вот здесь вот по дороге к морю целых два магазина продуктовых. Вот куда я ходила? Пожалуйста. Ну, то есть, понимаете, питание, дело такое индивидуальное. Если вы не хотите питаться, как все, вот в столовке, например, да, то вы проходите вот здесь вдоль по улице, там есть кафе покруче. Ну, как бы, типа классом повыше, индивидуально там все. И хотите чебуреки, покупайте. 100 рублей или 110 они стоят. Чуть забыла я. Один купил, мне не понравилось, надо в другом месте взять. И все, и кайфуете. В сентябре здесь бархатный сезон. Ну, хорошо же. Вот я ответила на вопрос, да, сколько это стоит. Девочки, посмотрите, какой я корзинку купила. Феодусия. Когда мы камбал убрали, вот, надо было на чем-то донести, в чем-то донести все это. Я купила вот такую корзинку. У меня там, видите, еще остался один огурец. Два помидора. Девчонки, вот очечник мой. Помните, я была в Екатеринбурге, и там был вот этот магазин. Магазин Тагильский поднос. Вот это все, девчонки, в общем, они покупают, ну, как сказать, основу, ну, сам вот черный вот этот очечник, наверное, на Алиэкспресс, короче, не знаю где, он китайский, скорее всего. И расписывают вот это дело все вручную. Вот видите, здесь подпись художника, который это делает. То есть это вот народные промыслы, так же, как мои пуховые платки, между прочим. Вот такой красивый. Ну, то есть это вот натуральная такая ручная роспись. Ну вот, и сейчас я думаю, я же вам говорила, да, если вы не видели, то посмотрите мой видос последний. Я вам говорила, что я по Тиньковской карте в кредит купила себе круиз. Все-таки я купила его этот круиз по каме. Почему по кредитам? Девчонки, ну, у меня и так много трат. В Крым съесть тоже не дешевое удовольствие. И плюс сегодня должны привезти коз. Сами понимаете, вот, денег у меня вообще в обрез, а поехать хочется. Поэтому я обналичила кредитную Тиньковскую карту. Это, кстати, не реклама. В общем так, 51 тысячу я заплатила за круиз в рассрочку на 10 месяцев. И за то, что мне оформили рассрочку, я заплатила там 6 с чем-то тысяч. В общем, 10 месяцев я буду выплачивать эти деньги за круиз. Но я посчитала по 5 тысяч в месяц за то, чтобы я покаталась. Ну, пойдет. В общем, пойдет. Зато я поеду. Вот так. Это для нелюбителей. Для любителей экономить. В общем, девушки, ну я не ваша подружка. Я вообще не умею экономить. Хорошо это или плохо. Ну, не знаю, кому как. Я вот езжу, и все. А денег у меня нет. Так я про что? А, ну да. И вот я опять приеду в Пермь. И вот я думаю, как мне оттуда выбираться, девочки. Я посмотрю, конечно, как там насчет билетов до Волгограда. Но вот когда я смотрела, их там просто-напросто на поезд не было. Двое суток. Либо на самолете на следующий день, либо опять через Екатеринбург. И тогда я попаду вот опять на эти очечники. А для того, чтобы мне спокойно уехать, мне надо, чтобы вот это вязалось. Вот. Потому что меня опять неделю не будет. Неделя это как раз срок, чтобы полностью, не полностью, почти подготовить нитки под ажурную паутинку. Господи, что я в плиту? Какую ажурную паутинку? Под платок двунитку. Вот. Поэтому я сюда взяла, видите. Я почти весь перепрял. У меня немножко осталось. Штормит. Сейчас перейдем дорогу. И посмотрим, что делается на море. Вот здесь светофор. Очень долго его ждать. Ну, прям видно отсюда. Видите? Вон наш оттуда барашек. Красный флаг. Мне тут в комментариях написали, что красный флаг опасно. А если черный, то вообще нельзя даже близко подходить. Ого. Девочки, ну там прям конкретные волны. Красивые такие. Бирюзовые. Сейчас подойдем посмотрим. Мам, дорогая. А там еще. Еще пизонье. Так, девочки. В общем, сейчас мы посмотрим, куда мы попали. Ну, включайся уже. Так. Ух ты, какая красота. Слушайте. Ну, если вчера еще было так сяк, то сегодня туда вообще ни в коем случае нельзя. Не-не-не-не-не-не-не-не. Но красиво. А вчера я выходила с окна, смотрела, вы знаете, цвет. Ну, оттуда мне видно. Такой перезовый. Такой красивый. Интересно. Сколько дней продлится это удовольствие? Ну, мы все-таки, у нас же отпуск. Небесконечный. Хотелось бы, чтобы вот так море поволновалось, поволновалось, а потом успокоилось. Вот поэтому многие выбирают отели с бассейнами. Ну, то есть, когда нельзя пользоваться морем, люди пользуются бассейнами. И про них делают. Ой, посмотрите, буйки как носит. Чайки знают, в какое время летать. Видимо, волнами что-то выносят. И вот они тут летают, собирают. Я не видела, чтобы когда мы купались, здесь были чайки. Ой, а пахнет так. Прямо пахнет. У меня даже телефон с рук вырывает. Субтитры создавал DimaTorzok. Мужик, ты дурак. Вот, товарищ захотел искупаться, его прям волной вверх он хорошо приложила. Его же унесет. Вы понимаете, в чем опасность? Тебя поднимает на этих волнах и относит, у тебя опоры нет. Ты заодно не держишься. Вот эти волны, но они тебя смывают, подмывают. Я знаю. Но, конечно, поменьше бы я на Азовском море вот это вот поняла четко очень. Поэтому нет. Я сама не пойду. Вот, смотри, три чайки. И тут молодцы. Ребят, что-то собирают. Ветер все усиливается и волнение тоже меня практически сдувает. Вот дурак, что ли, а? Вон там один, у него собака. Лабрадор. Смотри. Он ее полки кидает. Идиотка или идиотка. Смоет собак. Смотри, что это? Она сейчас лапами не будет доставать. Ее нахрен море не ждет. Господи, какие дуры есть, а? Я прям даже не знаю, что еще сказать. Друзья, ну то есть волн здесь серьезнее скалил. Смотрите, какие ветер усилился. Прямо и с... Смотрите. Видели, какие гребены? Ну теперь точно ни в коем случае нельзя ни с какими шагами и людям глазами назад. Я не знаю, вам видно или нет, что волн в русский здесь помоя должно быть видно. Свет воды вообще. А вы знаете, что говорят, что Черное море это коньер, выработанный предыдущими цивилизациями. Но я, например, не верю, что пирамиды в Египте какие-нибудь там рабы построили. Это были до нас цивилизации в том числе вот этот глубинный вообще когда замеряли у Черного моря, там четко видно, что они идут по спирали уступами. То есть это каньон. Вы представляете, девчонки, вот этот буревестник, он сел прямо вот туда в волны. То есть пролетел мимо и сел. И не боится, что его утопят. но это уже барона катает. По-моему, Лермонтов что-то там про буревестника писал. Что он в волнах плавает и все такое. Ну вот вам не видно, а вот там вот волны сейчас расходятся, гребни. Представляете, вот этот черный буревестник. Подождите, какой буревестник? Это баклан. Баклан. В общем, он там в волнах плавает. Представляете? Буревестник не такой. Буревестник белый большой, по-моему. А это баклан. Одним словом, эта птица качается на волнах и ей все не почем. Девочки, пока я тут решаю вопрос идти вечером на море купаться или не ходить, посмотрите, что здесь творится. По-моему, это первый дождь за это лето в Крыму. Во всяком случае, я читала, что в этом году, этим летом, дождей в Крыму не было. Вот. Дождик. Все-таки дошел до нас. Я как раз новости смотрела, про то, что Сочи затопило. Там цокольные этажи, первые этажи. Ну, в общем, МЧС вызвали и все такое. Ну, вот, видите, здесь тоже дошел сюда дождик. Все-таки прогноз погоды не подвел. Хорошо это или плохо, как вы считаете, что дождик в Крыму? Я думаю, что это хорошо, когда ты здесь не отдыхаешь, когда ты не приехала на море. А вот когда ты рассчитываешь покупаться и приехал на достаточно ограниченное количество времени, тут тебе такой сюрприз в виде потоков воды с неба. Но это никому не понравится. В общем-то, хорошо, что мы приехали на две недели. Сегодня у нас, кажется, 27-й. Слушайте, так посмотрите, льет-то прям 27-е. Ну, пускай два дня еще не погоды, я даю море поштормить. А потом, пожалуйста, успокаивайтесь, нам покупаться хочется хотя бы несколько дней. Вау! Девчонки, льет. Так, ну, пойти, посмотрите, у меня там на балконе ничего такого не стоит. Балкончик. Так, нет, ничего у меня там нет. Там у меня стоит сунг с помидорами, вот, который не захлестывает. Смотрите, так тут обложила, мам, дорогая. Вот в той стороне приморский. Так там вообще вообще ничего не видно. Девочки. Вот это да. Вот это дождик. Та. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А мы вот в Береговом живем. Вот где оно. Видите, как бухта какая-то. Вот Феодосия. Ага, Судак. Вот. Это здесь уже пошел гористый Крым. Вот он, вот он, вот он. Южный Крым. Севастополь. Вот где я была в феврале. Вот он как далеко. Четыре часа на автобусе. Тысячу сто стоит билет. Саки. Вот где-где пески. Евпатория. Вот. Понятно, друзья? Ага. Джанкой. Вот. За окном проплывают вот такие пейзажи. Шапку я, скорее всего, буду делать подкладку. Я купила флиз черного цвета. Так что вот, шапочка будет стоить около 4 тысяч. Это пух в три сложения. Еду домой со своего теплоходного круиза. Ссылочку на мой круиз можете смотреть в первом закрепленном комментарии. За окном у меня уже наши места бесснежные. Я вяжу шапку-шамку. Вот это я связала вот с утра в поезде. Что еще делать в вагоне своем? Только вязать. Субтитры сделал DimaTorzok